когда вы слышите toyota aqua вы наверное думаете опять этот скучный хэтчбек от toyota но сегодня мы вам покажем очень красивую версию toyota aqua в комплектации xurban встречайте я какие же отличия у xurban от обычной аквы первое это то что бросается в глаза это у нас идет аэродинамический обвес у них есть самые разные варианты цветов есть что выбрать то есть от ярко желтого кузова с черными какими-то накладками на бампер обвесами то есть и вот такой вот очень полностью сделанный черный цвет кузова и бронзовые накладки вот эта губа с клыками с порогами это первое второе и за что любят xurban это клиренс он здесь на два сантиметра выше чем у классической аквы и здесь он 160 миллиметров в отличие от 140 миллиметров как у обычной аквы здесь у нас высота кузова немножко больше он немного длиннее на аэродинамику это особо не влияет но как бы машина стала чуть чуть больше сюда можно прикрепить багажник здесь есть для этого крепления то есть если вы какой-то активный лыжник либо вы перевозите какие-то удочки то вы можете поставить сюда какой-то кейс и ездить на свои рыбалки с удочками на крыше колеса с завода идут 16 не 15 и у на 60 высота вместо 65 как на обычной акве здесь еще небольшие есть изменения по салону ну и в принципе все это xurban и они начались декабря 2014 года данная малышка 2015 года и ее бюджет 830 тысяч рублей Toyota aqua это номер один гибрид из японии то есть это самый хит продаж на втором месте это fit и в кузове gp5 gp6 и на третьем месте это идут prius и в тридцатом кузове и альфы все вместе почему aqua такая популярная я сейчас вам скажу свои мысли это мое субъективное мнение и не претендую на истину toyota aqua это производная от prius 20 кузова то есть здесь мотор полторашка который в городе я считаю идеален вообще его немного и немало здесь гибридная установка хорошей мощности 45 киловатт здесь надежная трансмиссия эта машина в обслуживании простая сюда льются те же самые жидкости только нужно смотреть вот именно под этот мотор там 0 в 16 либо 0 в 20 лить toyota вскую жидкость которая идет во все трансмиссии также сюда все льется те же самые свечи антифриз все то же самое что и в обычную машину пробеги 400 380 390 250 300 эти машины встречаются наукции не то что встречаются их просто там целыми страницами эти тачки бегают почти полмиллиона 400 тысяч для такой малышки это хороший вообще результат то есть это надежная красивая доступная по цене машина которая внутри своей модели имеет самую пустую версию просто из точки а в точку б передвигаться есть gs комплектация которая очень красивая которую может позволить себе какой-то модник в токио шибуя какой-то фрик купить и просто даже его тачка выглядит как фрик здесь есть такие комплектации как x urban который повыше клиренсом куда можно прикрутить бокс в общем в этой модели еще внутри есть под модели и все это я думаю эту машину делает номер один гибридом в японии и уже на территории рф ребят за 830 тысяч рублей мы прикупили вот такой вот x urban симпатичный с пробегом 64 тысячи но и еще японец нам отдал летнюю резину на штамповках у нас литье стоит заводское сейчас на жирной зиме и еще комплект колес как видите в общем в багажник это все не влазит дело и просто положили назад вот поэтому все таки это компактный хэтчбэк и просто в багажник у вас не получится возить комплект колес придется закидывать резину в салон ребят в x urban вас сразу встречают коврики фирменный x urban но ничего такого обычные ковры без вот такого ворса как в краунах в общем что у нас кожаные боковушки на сиденьях ткань посередине которая не дает вам скользить и не заставляет накаляться кожу и вы садитесь не в супер холодную сидуху либо не в супер разогретую здесь у нас есть подлокотничек все остальное в принципе то все та же сама аква кожаный руль с белой строчкой темно-синий селектор кнопочки эко-моут и в-моут и можно выключить анти-юз в общем x urban это все-таки та же самая аква но она сделана очень стильно мне нравится но есть пищал очки в дверях что в принципе нам чуть добавляет музычки в общем салон классические аквы приятный строгий и полностью оправдывает и тянет на все-таки массовый самый популярный хэйчбэк гибридный под дает по впечатлениям от езды на их surba они не отличаются то есть такая же аква тут такой же пластику тут где-то вот у нас учета воздуховод что-то где-то тут кита вибрации вот в общем не ждите какого-то супер качество отделки по салону то есть она прикольно выглядит у нее побольше кузов у нее по прикольный салон в плане тут кожаные элементы какая-то тряпка другая но по большому счету салон той же сама куда он пустовато здесь нету шумки поэтому это по большому счету такая же аква просто чуть-чуть они поигрались немножко дизайна внутри снаружи и получился очень интересный вариант также вы ксурбане приборка у нас не изменилась то есть не добавили никаких цветных каких-то вот этих вариаций как батарейка то по ощущениям именно от езды все то же самое вроде бы кстати все таки скажу сейчас ехали по мосту там скорость была 60 и немножечко она такая более валкая то есть я на самом деле думал что я не почувствую то что у нее клиренс подрос но чуть-чуть чувствуется немножечко валкости добавляет в общем езда та же самая тяга та же самая 74 лошади не 1 nz планетарная трансмиссия вот и сейчас мы стартанули можно сказать бодро со светофора и все то же самое то есть это гражданская городская машина которая будет вас возить на работу в обычном городском трафике вот сейчас мы наехали на люк в принципе все комфортно много не ждите по салону каких-то изменений все то же самое по езде чуть-чуть он такой более валкий клиренс да даст вам заехать в чуть-чуть более непроходимые места где-то может быть в ямку более глубоко аккуратненько заехали выехали x-urban как он управляется и как он в салоне все расположено все кнопочки мне нравится зачем ребят если вы планируете прикупить акву и у вас вопросы по гибриду как они будете чувствовать в морозы и так далее мы по традиции сейчас заезжаем к ребятам которые плотно сидят на ремонте обслуживание гибридов они нам продиагностируют нашу акву и поотвечают на вопросы в том числе как она чувствует себя зимой какие масла нужны какие проблемы у этих машин есть или их нету следите денис расскажи мне что с этой аква и напоминаю 64000 пробег у этой машины что у нас по гибриду пробег на самом деле актуальны 64000 по данным диагностики единственное что нужно сделать с этим автомобилем это почистить дроссельную заслону по высоковольтной части разница в батарее 150 милливольт это тоже очень хорошие показатели для пробега 64000 то есть даже у новой батареи бывает разлет 10 20 милливольт принципе она в идеале прям машина батарея высоковольтная накрыс состоит из 20 таких элементов между ними есть такие пластиночки и когда окислы на них вот как раз показатели вот здесь зашкаливают 25 26 27 это окисление контактов шины высоковольтной батареи то есть за этим моментом прям надо следить чтобы гибрид у людей работал корректно все нужно делать диагностику своевременной денис еще хотелось спросить так как toyota aqua это номер один гибрид из японии то есть на втором месте это фиты гп на первом месте aqua очень популярная машина берут с разными пробегами есть варианты 900 тысяч рублей x urban вот у нас 830 есть за 550 люди берут у них пробег 130 140 и все-таки у людей когда они звонят у них есть немного скептицизма по поводу гибридных технологий вот и хочется это скептицизм развеять какими-то фактами о этой машине то есть самый первый вопрос это морозы то есть когда люди хотят купить это в холодные регионы они говорят что и местные мастера утверждают что гибрид дохнет где-то в якутии даже в хабарске при минус 30 быстрее умирает а ну объем теряется батарея как-то так есть наверное мифы все больше все заводится все отлично все работает при морозах никаких проблем вообще нет то есть то что автомобиль ездить в среде минус 25 минус 30 на потерю емкости не влияет влияет на что машина создана японцами поэтому все работает второй вопрос который беспокоит людей которые планируют приобрести себе гибридные автомобили они переживают за то то что обслуживать автомобили будет проблемно вы городе где-то по жидкостям может быть чего-то они не найдут может какие-то особые фильтра либо там еще что-то замена масло в двигателе как в любом другом автомобиле замена жидкости планетарных и точно так же лить нужно только по допуску то есть toyota ws все либо какие-то заменяющие жидкости вязкость у нас для тойотовских гибридов какая напомню для aqua 0w16 это по параметрам по заводским вообще 0w20 льется сюда никаких проблем сюда единственная вот которая помню отличие то есть здесь есть дополнительный бачок на инвертор на электромотор куда тоже надо следить за жидкостью и доливать охлаждающая жидкость то есть ничем не отличается нет dvs нет инвертор одна и та же жидкость заливается два разных контура денис и так как это самая популярная машина тираж продаж просто зашкаливает в японии на внутренний рынок ну и соответственно уходит на другие рынки других стран как в россию какие проблемы очень частые вообще если они у этой машины приезжают ли вам и есть болячки у этих машин может ли ты что-то назвать болячка у акв нет болячек нет вообще проблем никаких нет с машинами во время замена масел во время замена антифлиза фильтров никаких проблем и обслуживание высоковольтной батареи то есть следить чтобы клапан не забивался здесь также есть до система экологии которые надо следить в общем не зря на номер один я думаю да ребят давайте разберемся какие аквы бывают и за сколько их можно купить самый бюджетный вариант это комплектация или у нее идет запуск ключа у нее задние двери на ручном опускание поднимание стекол на веслах как говорят народе самый старый заданные автомобили 550 тысяч рублей напоминаю всяк вы которые я сейчас буду вам указывать у них у всех идет гибридная установка у них идет мотор 1нз на 74 лошади и у них идет планетарная трансмиссия следующий вариант это с комплектация то есть она бывает разная она бывает и с кожными ставками без кожных то есть нужно смотреть конкретно что япония за сумму в нее при заказе авто у дилера бюджеты начинаются от 600 до 700 тысяч рублей в зависимости что у вас есть с комплектации g комплектация отличается это следующая уже по старшинству g комплектация отличается коричневыми сиденьями комплектация с подписью лет то есть там другие фары эти машины стоят в районе 650 и дороже если у вас пробег меньше соответственно цена выше следующие я назову это aqua gs это комплектация в которой другие колеса с завода там есть обвес джессовский там другая решетка радиатора эти машины начинаются от 720 тысяч рублей я считаю это хорошая цена за очень красивую машину ее можно купить и выделяться в потоке даже в владивостоке следующая машина это такие x urban которые идут с декабря 2014 года высокий клиренс тоже есть на обвесе более высокий кузов есть рейлинги в общем можно туда прикрутить бокса это очень удобно в общем очень интересная машина для людей с активным образом жизни следующая aqua она идет с 18 года это aqua кроссовер который я на данный момент они не проходны и не стоят кучу денег миллион четыре ребят записывая это видео для вас я все свои слова говорил от чистого сердца мне очень нравится Toyota aqua мне очень нравится разнообразие комплектации у aqua мне нравится техническое оснащение мне нравится то что здесь очень агрегаты очень надежные износостойкие это машина у которой дешевые запчасти которую можно обслуживать в любом городе россии и кому я не рассказывал про эту машину я всех заставлял верить то что это реально номер один из японии и я всем сердцем верю в это и мне очень приятно то что мы для наших клиентов везем эти машины что они верят нам и они верят внутреннему японскому рынку и они покупают эти надежные красивые машины ребят мне понравилась эта машина очень понравилась эта машина и вообще в принципе вся модель aqua мне нравится напишите ваши комментарии внизу вообще вы разделяете мое мнение либо aqua это какая-то бескусица вот и ненадежная машина напишите свой опыт поставьте лайк подпишитесь на канал ребят я с вами прощаюсь пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля